Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вдруг меня удивили швейцарские мастера кулинарии Ты был в швейцарии? Да Это в городе Цюрих Есть знаменитый ресторан Туда ходят обедать обычные представители ФИФА У них рядом находится штаб-квартира ФИФА Футболистам привет А, да, да, ФИФА Вот И вот они порекомендовали мне это место Я попытался сделать, залезть в меню И мне очень понравился официант Он сказал, это вам все не надо И дальше была художественная подача Мы долго там томились и ждали А потом принесли разваренный кусок мяса И его подали И дальше я потом ингредиенты скажу, чтобы не продавать сразу Хорошо Это настолько контрастно Вареное мясо Да, но по-швейцарски Но пока это все будет готовиться Я еще параллельно предлагаю нам Во-первых, с удовольствием освою гриль Потому что овощи гриль всегда к мясу хорошо А, мы будем здесь делать овощи гриль Да Прекрасно И на, так сказать, порт стартес Для начала Мы еще сделаем салат с ананасом Который ты так красиво занял в студию И я подумал, почему же продукты должны пропадать новогодние Переведем этот продукт из дизайнерского в общечеловеческий То есть просто пустим его в расход В приготовлении Хорошо Давай тогда мы начнем Ну, я так понимаю, поскольку мясо у нас должно быть такое разваристое Оно должно достаточно долго вариться Соответственно, мы начинаем варить мясо Бульон нам нужен от этого? Смотрите, какая простая закономерность Она поможет тем, кто только делает первые шаги в кулинарии Когда вам нужен бульон, то мясо надо вначале положить в холодную воду и ждать до кипения А вот когда нам нужно мясо, тогда его можно заливать сразу кипятком Вот всегда так важно Все верно И тем самым сэкономив минут пять Значит, я предлагаю, Валер, ты доставай мясо, а я поставлю воду кипятить Что за мясо, кстати? Мясо говядина То есть тогда у нас будет как бы Мясо сюда Так Кипяточек А что у нас здесь? Это куриная грудка, она нужна для салата Это потом Так, берем Да Зажигаем огонь Огонь горит Прометесь И немного, вот только чтобы закрыло Ну вот как раз и хватит Вот, да? Вот Отлично Так Все Горячей водой заливаем Ставим кипятиться до кипения, ничего не делаем Вначале доведем до кипения Все, давайте до кипения мяса Так, второе Да Как вы получаете еще чистой воды? Нам нужно еще На этот раз холодной Валер Да Ну, ты знаешь Можно, как ты хочешь Неплохо Куриная грудка, скажи, это для салата Это для салата Да Куриная грудка, поехали Куриная грудка, поехали Звучит как призыв Так Этого достаточно Достаточно двух? Конечно Ну, конечно Заливаем Двоем? Давай Заливаем все Закрылся, готово И что? Тоже тут На огонь, да? Да И тоже закипает, да? И тоже до кипения Значит, все Отлично Поставили Да Значит, воду мы берем чистую Потому что она из фильтра Аквафор А между прочим В фильтрах Аквафор присутствуют такие уникальные волокна Да Аквален Фантастический Да Так, ну вот Пока у нас идет Здесь процесс приготовления Нам нужно Отлично Спасибо Так, это у нас для мяса Это у нас для салата Вот здесь, в этот момент Я хотел бы получить курс молодого бойца По использованию вот этой замечательной машины То есть нам не нужны овощи гриль Прям с пылу с жару горячей Нам они нужны Они могут быть достаточно такими, да? Абсолютно Комнатной температуры Да Значит, смотри Какие мы овощи берем? Мы берем перцы, цукини Цукини, баклажанчик Абсолютно точно Поехали Значит, я предлагаю, Валер, нарезать Колечками Ну, не знаю, можно как ты хочешь Да, наверное, баклажан точно колечками Перец, соответственно, можно нарезать не колечками А крупными такими долечками А эти тоже можно, вот смотри, вот такими вот Вот такими вот Да, я так и предлагаю Я думаю, что вот такими, да? Толстыми колечками Да Толстыми колечками Валер, скажи, что для тебя новогодний праздник? Потому что каждый артист А ты артист Да Более того, ты заслуженный артист Спасибо Ты артист заслуженный Да Вот Ты присутствовал в пренаграждении Да, я присутствовал в пренаграждении Когда Михаил Швыдкой Ефимович Ефимович Швыдкой Вышел Это был юбилей Валерия Сюткина И Михаил Ефимович вышел и сказал Я поздравляю дорогого Валерия Меладзе И вручаю ему звание в расслуженной артист Нет, было не так, ему надо сказать Мое отчество Меладзе А, да И он долго на протяжении речи говорил Валерий Меладзе Валерий Меладзе Валерий Меладзе Валерий Меладзе Раскрывая, говоря о моих гранях таланта В разных аспектах Сказал, что это сын приличных родителей И, видимо, для того, чтобы окончательно порадовать родителей и гостей Сказал, так давайте же поднимем бокал За заслуженного артиста России Валерия Меладзе Мне понравилось Знаешь, понравилось Итак Может быть Итак Так что для Да, новогодние праздники Поскольку ты являешься артистом Активно гастролирующим Активно работающим И начиная Слушай, Валер Начиная с далекого Когда у тебя уже начались новогодние гастроли? Это же очень давно было С 82-го года С 82-го года Ну, профессионально, садим Наверное, любительский С 82-го года Новый год отмечать не так, как все Я думаю, здесь не оригинален Иногда Я всегда Стараюсь встретить Новый год в Москве Не встречал только один раз Это было в 87-м году Мы встречали его в Польше Там Нас делегировали развлекать войска Наши, которые стояли У меня было две любимых группы Группа Битлз И группа советских войск в Германии Оказалось, что группа советских войск Еще есть и в Польше Так вот В Польше мы развлекали группу войск В этот же, кстати, Новый год Была трансляция песни «Замыкай круг» Помнишь такую? Я там во втором ряду Меня может узнать По Наталье Витлицкой Я от нее справа в кадре Если смотреть Ах, вот кто этот человек Такой там Кручноволосый Да, у Валерия были волосы, между прочим По длиннее, чем у Натальи Витлицкой Не надо говорить о моих волосах В прошедшем времени Были, я имею в виду Я о длине волос говорю О длине, да, спасибо Так вот Вот именно в этой Польше Мы смотрели Жили мы Были поделены на две группы В одной большой комнате Жили артисты Нашего ансамбля А в другой жила техническая группа И мы как-то старались Друг друга поздравить И вот техническая группа Такие хохотунчики Знаешь, они нам Под коврик положили Ампулу с аммиаком Под входной Вот входишь в комнату Там такой коврик Вытирайте ноги Мы вытирали А почему не противотанковую мину У меня подошли? Без него Потому что противотанковая мина Дает мгновенный эффект А ампула аммиаком Она дает незаметное появление Такого художественного запаха От которого хочется убежать Очень быстро Так вот Месть была страшной Страшной Когда они пошли Выполнять свои технические работы Мы поставили лестницу Взяли на прокат Где-то большую А потолки метра четыре с половиной И вот эта лампочка огромная Которая освещала Там не люстра была А лампочка простая На 200 ватт как минимум И мы эту лампочку покрасили Шариковой ручкой В синий цвет И создали им такой Новый год Как это называется Стиль-то Который в дискотеках Такой тяжелый Назовем его Рейв 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 Такого темно-фиолетового цвета Такой Диперпл пати Сделали Зная о многих особенностях Физиологических Технических групп Заметили ли они Это изменение Заметили Заметили Они Во-первых Лампочка была мощной Я подчеркиваю И это Наполнитель шариковой ручки Тоже Наш ответ к аммиаку был То есть какой-то был Еще дымок Есть Так Как хирурги говорят Шумовку Помнишь? Шумовочка Пожалуйста Прошу вас Валет Что мы делаем На шариковой ручки Снимаем пену Да и уменьшаем Соответственно огонь И на медленном огне Мясо будет доводиться Что мы делаем с овощами? Будем ли мы их сейчас Каким-то образом Солить Солить, перчить С маслом А потом уже нагреть Конечно Соль, перец Значит я предлагаю взять Перец Соль А соль у нас Нет, это сахар, Валера Извините Ничего, ничего Спылил Я думаю, что мы вот так вот Посыпаем все это перцем Смотри Теперь мы берем соль Тебе приятно ходить на программу Мы берем соль Такую Вот эту Мы ее прямо вот так вот берем Посыпаем вот так вот солью Абсолютно согласен Маслицем чуть-чуть, да? Маслицем чуть-чуть Валер, там по-моему Очень сильно Да Давай Да А приоткрыть Я буду приоткрыть чуть-чуть крышечка Так, а где у нас меньше? Ах, вот оно где у нас Так И мы берем масло Масло Маэстро Де олива Нам приятно, что сегодня у нас в гостях маэстро Ну да И вот мы вот так вот раз Вот так вот буквально И все Натуральное оливковое масло Хорошо Это есть И теперь, Валерий, самое приятное Так, рассказывай Открываем Открываем часы Часы снимать там? Туда же Открываем часы И делаем вот так Чтобы вот это все вот так вот перемешалось Я предлагаю, в принципе, да Можем это помочь Вот я тебе хочу сказать в далеком 87-м Вот за такое Вот за это Да Ну Малин, а что ели, кстати, в далеком 87-м? Вот что было на столах? Ну, помимо традиционного оливья В Польше что было тогда? Тогда в Польше Был дождь Ну, понятно Понимаешь? Да Но Хочу тебе сказать, что да, дождливый был Новый год И это мне не понравилось С той поры я как-то вот считаю, что Снежок, он необходим для настроения То есть у тебя Вот для тебя Самые главные атрибуты Нового года Снежок Снег Да Конечно же, я принадлежу к тому поколению Для которого Новый год, что бы ни случилось Всегда будет выглядеть так Мандарины Это, безусловно Лимонад с ласточкой на этикетке Так вот, ласточка И Колбаса Как Как Символ зарождающейся дружбы С нашими государствами Потому что Она была финской Валерий, на секунду оставлю тебя на нашей кухне Давай Следи за овощами Следи за мясом За грудочкой Следи за грилем Чтобы не залеговали Я через секунду Вернусь, дорогие друзья Мы продолжаем Смак У нас сейчас короткая новогодняя реклама После которой мы вернемся И вы узнаете, почему первоначально знаменитых сказочников звали Братья Гриль И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла Совсем немного выпила И в детской прилегла Из воспоминаний старых большевиков О Надежде Константине Крупской Дорогие друзья Смак на первом канале У нас в гостях сегодня Валерий Сюркин Человек, который принадлежит к уникальной плеяде людей Валерий, я вот подумал По паспорту человек одного поколения Выглядишь, как человек совершенно другого поколения А песни поешь совершенно третьего поколения Музыкального, так бы сказать Стилистики такой Вот как так получается? Ну, как тебе сказать? Ну, дату рождения ее поменять нельзя Внешность тоже в основном генетическая Я не могу сказать, что Ну, занимаюсь я Правда, я лидер движения «Вялый фитнес» Это всегда весело Я являюсь одним из активистов движения «Вялый» Просто без фитнеса А ты вялый фитнес Так, и в чем это проявляется, Валерий? Человек так устроен Что у нас характер выходит на лицо Поэтому, для того, чтобы Да, с годами У всех Не волнуйся, я тебя уже все-таки знаю не один день Я боюсь себя сейчас обнаружить Каким образом Так вот, также во время тренировки Я тебе хочу сказать Главное получать вот Себя хвалить и получать удовольствие От того, что сейчас ты вот прямо сейчас Сколько раз в неделю, Валерий? Четыре Извините, давайте поаплодируем Вялый Четыре Но вот как раз Вот это время, когда я там нахожусь Я стараюсь первое все время думать о хорошем Вот что самое главное Я проплываю 10 в бассейн Ты плаваешь, да? Да В основном плаваешь? Да Это самое И когда плыву, вот все время Только хорошая мысль Никогда не думая о неприятностях Просто отбрасывается в этот момент И так, и все время как бы вытягиваешь все составляющие тела И получаешь удовольствие Вот именно это является секретом вялого фитнеса Мне кажется, самое главное Это умение получать удовольствие Нам пора солить уточку Курочку Курочку Нам пора курочку чуть-чуть добавить в водички Чтобы курочка не спеклась Соль Вот это у вас Я добавлю, может быть, еще и мясо в водичке Мясо тут вовсю варится Напоминаю, что это процесс требующего Как устроена эта закрывашка? Это я сейчас объясню Но Можно и Вот это, Николич Вот отсюда, прошу вас Так Подсолили Да, курочку чуть-чуть мы подсолили И в принципе Мы, в принципе, можем Мы подготовим все вот что У нас будет Процесс, я бы сказал так, прозаический Какие у вас инструменты, Ивана? Вот я Я Это вашей группе, Валерий Сюткину бенду я всегда говорю Какие у вас инструменты? Да Вот Какие у вас А солист-то какой у вас? Да Вот Я могу сказать Валер, ну то есть Спорт для тебя является Я, как человек, который видел тебя на Олимпиаде Спорт И как для болельщика это важно Вы любите У вас есть любимые футбольные команды У вас есть Любимая хоккейная команда У нас есть Какой вид спорта вас привлекает Как человека, который Отдает свои крики и силы Чтобы поддержать Ключу я за нашу команду Фактически во всех видах спорта За команду России На футболе и на хоккее громко На Шахматах тихо Шахматах тихо Крамник, давай Малычек, потише, нельзя Давай Так Так Значит, морковку мы Морковка готова А как мы будем ее выкладывать? Морковку мы закинем в супчик Это не для салата Ну, я понимаю Это мы ее закинем туда, где мясо Для мяса, да? Да, да Соответственно, мы ее можем, наверное Вот так закинуть Давай, Лёв Так Итак Напоминаю вам, что мясо готовится полтора-два часа Ну вот сейчас у нас позади как раз 45 минут 45 минут И мы начинаем добавлять Закинуть морковочку Сейчас, секунду Пошла Морковочка Закинуть морковочку В больших количествах Для того, чтобы Все хорошо Да, чтобы насытить вкусом Насытить вкусом мяса Бульон нам не нужен Так, сельдерей Сельдерейчик туда Туда же, да? Туда же Хорошо, вас, Валерий Сколько? Вот, то, что у вас в руке Достаточно Валерий, вообще, кто готовит дома у вас? Дома я отдал полностью этот участок В нежные руки моей любимой женщины Виолы Да Хочу сказать, что моя 13-летняя дочь уже тоже Уже может папе что-нибудь приготовить? Уже может папе что-нибудь приготовить А я блестяще подогреваю Валера Да, знаменитый микроволновочный разогрев? Да, разогрев Валера Вот так А почему не хлопает, друзья? Счастливому отцу Валерий Да И вот вместе с овощами еще, конечно, лука Пожалуйста Да Ой, как хорошо Чувствуете, да, Валерий? Очень хорошо Так, я предлагаю перейти вот к чему К салату К салату Что у нас, какие у нас ингредиенты для салата Это ананас Ананас Это куриная грудка Куриная грудка Это кукуруза Так Здесь у нас Так, это чернослив Лук нам нужен для салатика Много ли? Нет, одна Одну луковичку Валерий, тогда попрошу вас Начинать уже, в принципе Чернослив Чернослив А я, с вашего позволения, приступлю к луку Просто мелко нарезаем лук, да? Правильно я понимаю? Да Хорошо, Валера Хорошо Какие блюда Являются любимыми блюдами Валерия Сюткина? Третий Третий То есть в блюде десерты, Валерия? Нет Дело в том, что у меня третье блюдо В общем принятом понятии является Как правило вторым Желудок же это как мышца Он, наверное, привыкает Вот важно еще, понимаете? Его нельзя растягивать Надо приучить себя Довольствоваться мамом И поэтому я обычно предпочитаю вот два блюда Либо это салат и супчик Либо это салат и крупная форма То есть так, чтобы салат Горячая закуска Суп Нет Не могу Горячее блюдо Еще раз горячая закуска Да Немножко холодной закуски Десерт И все-таки Это творится? И заливное Это я просто... Ах, Валерий Так Мы вам можем Мы люди, у которых мышца, про которую вы только что говорили Ничего, в хорошей форме находится Находится в фантастическом тонусе Так Я бы просто сказал Если бы проводились соревнования культуристов по этим мышцам То мы бы были бы в авангарде Что говорить Так А самые какие-нибудь необычные новогодние гастроли, Валерий Не припомните ли вы, кроме польской интервенции? Замечательная еще была новогодняя гастроль Мы отправились в город Норильск Который славится своими ветрами в это время Вот в декабре Изумительная погода в Норильске Норильская ривьера Я такое называю И что вы туда поехали? Не знаю Не за никелем ли случайно? Вместо Норильска нас посадили в город Хаттанга Так Вот И там уже была не ривьера, а круазет фактически Потому что отсутствовало здание аэропорта И мы просидели там сутки В самолете? В самолете 24 часа в самолете? 24 часа в носовой части самолета Ил-86 Мы просто любезно уступили место пассажирам с детьми в гостинице Их было немного А, вот в чем дело То есть посадили У нас была надежда, что мы недалеко уйдем Так Я вот это оставлю Так, вот сюда Валерий Я прошу вас при помощи нехитрого инструментария достать Освободить Куриная грудка Так, готова Да, она уже, конечно, готова Надо, чтобы она остыла сейчас просто Так, да Итак, отлично Пускай остыла Отлично, это и есть Так Так Ликвидируем 24 часа в самолете? Да Ну, может быть, 20 с небольшим Потому что ровно через 24 часа Я вспомню Мы уже взлетели обратно в Москву Потому что в Норильске случилась такая пурга Что так погоду там и не дали Я тебе хочу сказать, что при этом Вот это почему-то запомнилось Потому что мы большие беседы Мы там, по-моему, весь творческий цикл на будущий год обсудили Ну, то есть посидели, поговорили Да, посидели А бывает ли так, Валерий, что когда напряженные московские пробки Перед Новым годом люди едут, покупают подарки И в этот момент стремительный коллектив Валерии Сюткина Торопится с одного выступления на другое И оставляются автомобили И Валерий спускается в метро И при чем такое? Заходит маршрутное такси Вот вы фактически Останавливает троллейбус Описали песню «42 минуты» Это про это Потому что мои первые 30 лет жизни, Иван, прошли в гармонии с общественным транспортом В полной причем Я каждый день ездил на метро Назывался станция Площадь Негина Сейчас это Китай-город И вот 42 минуты Почему такое знание? Это как раз 21 минута до станции Беляева Я там трудился в бытной своей работе барменом В баре в Беляево В барменом работали, Валерий? Работал, я смешиваю напитки Валерий, вы сейчас стоите рядом с человеком, который тоже работал барменом Здравствуй, коллега Ну, здравствуй Приготовим-ка мы коктейль Да Валерий, нужно добавлять, сколько нужно? Нужно добавлять кукурузки Да Ну, вот так, чтобы это было в равных пропорциях Еще и еще Я думаю, что вот это будет последняя ложка Вот так А нужны ли нам оливки? Оливки нам нужны Валерий, ты посмотри, что я нашел в крышке Одну секунду Оооо Ты так живешь, да? А мимо тебя проходит жизнь Рядом проходит другая, более интересная жизнь Так, значит, лук Не перемешивай Лук Лук Чернослив Чернослив Кукуруза Кукуруза Оливки Оливки Давай, бери оливки А я, наверное, тогда, может быть, начну разделывать курочку А что нам ждать-то ее? Оливки Вот оливки я тоже немножечко, с твоего позволения достану У нас настоящий испанский оливки Отлично Как ты относишься к испанским оливкам? Хорошо А к Испании? К испанским оливкам? К Испании уважительно Я бывал там неоднократно Но в Москве ты городской житель Городской Ты Я родился и вырос вот прямо на бульварном кольце Это пересечение Яловского и Покровского бульвара Кстати, вот мой дом, в котором я родился, он увековечен в фильме «Покровские ворота» Да В фильме «Холодное лето» 1953 Да, это, конечно, знаменитый дом, где стоят фигуры Мой отец преподаватель военно-инженерной академии, которая напротив этого дома Поэтому, собственно говоря, 90% жителей этого дома – это как раз военнослужащие А там, говорят, половина дома – это квартира, половина – это общежитие, комната, да? Было, я, кстати, в общежитии и родился Вот прямо вот такая коридорная система Потом, по мере, как мой отец продвигался по служебной лестнице Вначале мы жили там с двумя соседями, потом с одной соседкой И в конце, когда он уже выходил на пенсию, у нас быстро все, понимаешь? Да, 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 конечно В звании полковника мы уже жили вот в отделе В отделе практически, да? Такая была Валерий Удачи Так, у тебя курицы у меня Оливочки вы тоже порезали? Оливки я порезал, да Прекрасно Это для того, чтобы было А я нарезал курочку Как-то Можно? Или, как валять скажешь? Еще поменьше Давай Да? Я шинкую прилично Давай, давай, давай Ставишь вот так, чтобы пальцы не обрезал Да Посмотрите, что происходит, друзья Давайте поаплодируем Валерию Зюткину Так, шинтовальная машина Валера 2 Новогодняя Валера 2? Да Так, Валера Да Заберу-ка я ананас Давай Чтобы почистить его и порезать Да Дорогие друзья Смотрите нас после рекламы И вы знаете, что солгуни В переводе с грузинского Означает лживый мальчик Дай мне этот хлеб Дай мне этот сыр Дай мне хоть колбасы И ты поймешь Я не наелся Валерий Зюткин Дорогие друзья С вас на первом канале У нас в гостях сегодня Валерий Зюткин И мы готовим Уникальный салат Который, кстати Как называется, Валера? Новогодняя фантазия Новогодняя фантазия Прекрасно, да? Об этом мы мечтали Так, нам пора закидывать специи Специи, прекрасно Открываем У нас осталась финальная часть Варки масса Перец горошками Перец горошком Горошком, так Вот я Что-то мне подсказывал Еще бы с удовольствием Добавил, вот, знаешь Вот, это такая смесь Для приготовления плова На рынке подается Смесь для приготовления плова Да, вот Ее когда Чуть-чуть даешь Она дает Объем Вот такая, знаешь Все начинает звучать В светлом ля-мажоре Прекрасно И соль Вот посолить Валера Могу ли я порезанный ананас добавить? Нет, ананас туда добавлять не надо Нет, вот сюда, Валер Сюда, да, конечно Туда Там ему и место Валер, но самое-то главное Я предлагаю тебе смешивать салат А я займусь Важным делом Гриль? Гриль Мы открываем гриль И мы начинаем выкладывать Начнем мы, пожалуй С баклажана Смотри, Валера Что происходит? Запах пошел Я добавляю салатик майонезу Можно, кстати, было бы открыть это вообще вот так И делать сразу Может быть так мы и сделаем Вот посмотрите-ка, Валерий Что происходит у нас вот здесь Количество Ну мы, собственно, количество овощей Мы по количеству Чуть-чуть посолил Так Прекрасно Валера Да, даю Ты, кстати, в каком возрасте перестал верить в Деда Мороза? Это очень важно Когда он Или ты не перестал, Валер? Нет, нет Я понял, что Достаточно давно жизнь человека делится на три части Когда он верит в Деда Мороза Когда не верит в Деда Мороза И когда он сам Дед Мороз Я думаю, что многие из нас Вот я лично играл Деда Мороза для своей дочки Когда считал, что она меня не может раскусить Но возраст, в котором она сказала Пап, брось придуриваться Наступил гораздо раньше, чем я думал Так это быстро происходит Минус через 15 после начала этого концерта На второй попытке меня раскусили Так, салатик Дай-ка попробуем Ну-ка давай Не безнадежен? Нет Я напомню всем, как мы готовили всю эту красоту Мы отварили куриную грудку Порезали мелко ананас Порезали мелко вареную куриную грудку Порезали оливки Порезали и чернослив И сладкую кукурузку Чуть-чуть посолили Заправили все майонезиком И получился салатик, который называется новогодняя Фантазия Ну что, Валер? Достаем? Отлично, да Вот оно Ваши аплодисменты Мы его сейчас на досочку перейдем Прямо вот сюда Можем прям, клади прям вот сюда Есть Оп Готово Теперь с краешку, тонким кусочком Это нам не нужно Валерий, позвольте Да, пожалуйста Давайте Хорошо Чувствуй Вот так На тарелочке кусочек Оп И вот так вот Раз Да Себе Помнишь как? В карточной игре Да В карточной игре Себе Так Это туда Теперь вот ради чего собрались Скажем Казалось бы, неожиданная для меня вещь Брусничный варилин Да, мы не вспомнили Да Друзья И вот это мясо наше Ну, в принципе, можно макать, потому что Можно вот так это сделать Чтобы красиво Да, прекрасно И вот здесь А я тогда, Валерий, позволю себе Прямо с гриля Да Положить вам баклажанчик Баклажанчик Положить вам перчик Так Положить вам парочку цукини Варенье в кадр Цукини Вот таким вот способом Да Чем хорош способ приготовления овощей Который называется гриль При минимуме канцерогенов Максимум удовольствия Да, Валерий Я понял Вашу мысль Да Ну что, давайте вилочку с ножичком Берите вилочку с ножичком Валерий, позвольте Пока вы берете вилочку с ножичком Я напомню всем Как мы готовили Мы берем мясо Поскольку нам нужно само мясо Мы берем хорошую кусок говядины Заливаем его горячей водой Горячей водой и начинаем варить Варим его часа полтора-два На половинке где-то минут через сорок пять Добавляем морковочку Сельдерей И за 20 минут до конца Соль, перец И лук мы еще добавили Да, и лук И за 20 минут до конца мы посолили Поперчили и добавили специи для плова Которые купили на рынке перед этим И у нас получилась сладкая жизнь Сладкая жизнь, дорогие друзья От Валерий Сюткина Я прошу вас зафиксировать Новогодний стол Аплодисменты И Ура 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 У нас это мясо Получается готово А соусом С вареницем Так Ах, позвольте же мне Фантазии новогодней вкусить Отчего же не вкусить Однако Однако Гармоника От нашего новогоднего спонсора Вам корзина цейлонского ароматного чая Акбар Неиссякаемый источник бодрости И энергии хорошего настроения С Новым Годом, Валерий Премного благодарю Рано От нашего спонсора Всемирно известного производителя посуды Премиум класса компании Тапово Инновационные изделия, Валерий Мастер-тост с разделителем И кастрюля от шефа Из премьер-каталога Валерий Тапово Дарит вам рецепт хорошего дня, Валерий Вот так Спасибо Забирайте Дорогой Валерий Ну и наконец Истинный шедевр Домашней коллекции Соковыжиматель Борг С гарантией Пять лет Вот так, Валерий Дорогие друзья Сегодня в гостях у нас был Замечательный Талантливый Юный Кулинар Валерий Сюткин Валерий Сюткин Спасибо огромное Валерий Сейчас я вернусь Мы продолжим Нашу новогоднюю трапезу Друзья Смотрите нас В следующей программе И вы узнаете Что вермут В переводе с болгарского Означает Поверь мне Дед Мороз Все-таки существует Спасибо